приветствую вас ответом на первый вопрос будет 3 от 3 до 6 месяцев может быть даже иногда год зависит от темперамента человека и черт его характера например человек активный такой как тангвиник например будет меньше испытывать страхи например холерик то есть человек который больше интроверс он будет более подвержен чувствам они в нем будут больше сильнее дольше существа чем в человеке более активно дальше обращать внимание нужно на то как человек себя ведет насколько он надежен насколько он серьезен насколько сильно будет проявлять нуждаемость тому человеку можно конечно но это увидите что человек раз за разом постоянно вас использует просто для своей выгоды то это соответственно не очень хорошо вообще говоря простым языком если человек стремится сделать вас счастливым если человек хочет делать что-то для вас и а не только берет себе это как раз таки есть порядок если вы видите что человек искренне к вам настроен готов что-то для вас делать да не жалеет там для вас времени средствам ничего еще чего-то ну и соответственно при нем а принимает от вас то же самое тут и есть собственно говоря говоря порядочность дальше сколько на родители обращать внимание нет дело в том что поведение родителей и отношения с родителями часто реакционное то есть в ответ на реакцию как бы в качестве такое отношения с родителями и 50 на 50 что возникнет похожие отношения если например родители ссорятся часто то девушка может быть спокойной если родители соответственно спокойной девушка может быть наоборот активной и очень вспыльчивой не не всегда далеко не всегда отношения с родителями повторяю тут зависит от многое зависит от того как человек позиционирует себя если человек старается влиться в отношения с родителями старается найти к ним язык и прислушиваться к ним тогда да обращать внимание стоит повторение тут по стопроцентно а если человек наоборот противопоставляет себя родителям и наоборот делать не так как они то есть реакционное поведение то здесь скорее всего такого поведения как у с родителями не будет и зачем тогда обращать внимание на них вот дальше вы спрашиваете как и какие важные вопросы следует обговорить перед ну вообще-то говоря перед свадьбой обговариваются вопросы введения хозяйства распределение обязанностей бюджет как он ведется на то есть раздельный или совместный и иногда заключают брачный договор то есть обсуждают юридически закрепляют судьбу имущества совместно нашего В принципе, это, наверное, все, то есть, непосредственно перед свадьбой обговоры только эти вопросы. Но, вы понимаете, что если вы такой разговор заведете перед свадьбой, будет это похоже на какой-то договор бездушный. Девочки такого не любят, поэтому будет лучше, если вы постепенно эти вопросы обсудите со временем. То есть, вот просто постепенно, со временем, знаете так, походя в контексте диалога, будете спрашивать у девушки, а вот как ты считаешь, какой должен быть бюджет, как ты считаешь, как распределяются обязанности и так далее. То есть, конкретно форма договора, ну, лучше все-таки ее убрать. Ну, девушки плохо воспринимают, любые формализации, да. Вот. Ну, а возраст здесь значения не имеет, если человек чувствует себя морально готовым к свадьбе, то тут на самом деле можно и в 18, и даже в 17 лет жениться, если есть эмансипация. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду выгадать, если сделаете его лучше. И я. На самом деле я холодный в cursовом. Я думаю, что бой aerом pasti вaren. Это будет давать, ø. И tones в ближайшей. Knеловечку открытие в größти д Likecapacity. Мhertz нольшее, свет нападается. certifiedrin.